Продолжение следует... Я начинаю свое вступление с предложения посмотреть самое начало чата, где располагаются две полезные ссылки. Первая ссылка ведет на наш сайт, на страницу расписания. И в этом расписании вы можете зарегистрироваться на все вебинары вплоть до июня месяца текущего года, до конца учебного года нашего. Вторая ссылка отвечает на вопрос, ведется ли запись вебинара и будет ли она опубликована. Да, запись уже ведется и она будет опубликована на нашем видеоканале в YouTube и в разделе вебинары, в плейлисте вебинары. И там уже находятся более 260 записей других вебинаров. Ну что ж, готовьте свои вопросы, Станиславу. Да, я совсем забыл еще представить вам следующий наш вебинар. Следующий вебинар проведет Татьяна Телегина из цикла «Библиография для небиблиографов». Я очень рассчитываю, что в этот раз Татьяна вебинар проведет. У нее, к сожалению, не все хорошо со здоровьем. Но очень надеюсь, что в этот раз будет... Ой, прошу прощения, я выделил... Сейчас уберу эту отметку. Хотел выделить красным цветом, а выделил красным фоном. Все-таки сейчас выделю одну минутку. Вот так вот. Вот так вот, чтобы было виднее. Вот ее вебинар из... Ее такого микроцикла «Библиография для небиблиографов» состоится. Вот. А вы готовьте свои вопросы. И я вас попрошу, у нас сегодня много человек будет, по возможности задавайте вопросы во вкладку «Вопросы», потому что здесь чат будет достаточно быстро идти. Да. Ну вот, я думаю, что Станислав уже видит ваши вопросы и по ходу дела, либо в конце, как ему будет удобнее, на них ответит. Что ж, вот моя мечта сбылась. Я, наконец, пригласил Википедию в лице Станислава к нам. А пользуйтесь этим случаем, задавайте вопросы. Я знаю, что у вузовцев всегда много вопросов к Википедии. И это частично оправдано. Частично это просто потому, что мало кто знает, как функционирует реально Википедия. Они так в общем на словах. Ну что ж, сегодня я... Так, тут почему-то у меня запустилась Алиса. Надо ее убрать, а то она будет мешать. Ну что ж, я передаю слово Станиславу. И сам, как всегда, ухожу в чат, буду... Алиса. 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 Станислав, со звуком опять что-то не включился. Так, теперь меня слышно? Да, вот теперь слышно. Значит, я расскажу вам, уважаемые участники вебинара, рад вас приветствовать. Я расскажу про энциклопедию Википедия и про некоторые другие проекты Викимедия, которые, хотя и несколько менее популярны, чем Википедия, но и все-таки не менее интересны, на мой взгляд. Кратко, собственно, о самой идеологии, которая лежит в основе Википедии. Главный наш принцип, что вот этот лозунг, это основной такой лозунг движения Викимедия, что представьте мир, где у каждого человека есть свободный доступ ко всей сумме знаний человечества. Вот, собственно, на протяжении многих лет, создавая Википедию, создавая другие проекты Викимедия, мы собираем знания, делаем их свободными, бесплатными для любого человека. И первое время казалось, что это, в принципе, невозможно, что эта идея собрать знания, сделать их свободными, доступными каждому, но, ну, в целом, ее достичь невозможно никак. Тем не менее, мы уже сейчас, по сути, живем в таком мире. Конечно, далеко не все знания доступны, не у каждого человека на планете есть интернет, но, тем не менее, довольно существенная часть этих знаний уже собрана, и процесс продолжается, и сегодня я вам расскажу, собственно, как это делается. Совсем немного и кратко об истории Википедии, как она возникла, что лежит в ее основе. В целом, конечно, сама идея собрать все знания человечества, она далеко не нова. Я думаю, вам известно, что были у шумеров библиотеки, там, на глиняных табличках к линописью. Ну и, конечно, собственно, Александрийская библиотека, которая была создана Птолемеем Первым в Александрии, где собирались все знания, собственно, древнего мира. Но проблема вот такой всеобъемлющей библиотеки в том, что, ну, многие знания в книгах повторяются, очень много лишней информации, и реально книг так много, что ни один человек уже даже в те времена не мог прочитать все книги, какие существуют. Ну и возникли уже в времена Древнего Рима первая энциклопедия, но наиболее известная это энциклопедия Птолемея Старшего, естественная история. Дальше эта идея, конечно, развивалась, появлялись уже в 18-19 веке энциклопедии, где появился алфавитный порядок статей, ссылки из одной статьи в другую, по сути гипертекстом был придуман внутри, именно благодаря энциклопедиям. Параллельно вот этому движению собрать все знания, сделать сначала крупнейшую библиотеку, потом уже вот из этих книг вычленить всю информацию, сделать в сжатом виде. Энциклопедия. Еще одно такое направление, это энциклопедия, которая делается всеми желающими, которая делается не какими-то экспертами, а всем, кому небезразличны эти идеи. Впервые такая идея, она была высказана в фантастическом романе Дугласа Адамса «Автостопом по галактике», но вот тогда это тоже казалось фантастической, там было как бы две энциклопедии, одна галактическая, которую писали проверенные люди, но ее никто не читал, она была довольно скучная, и там было мало информации. Второй был путеводитель по галактике, которую писали все, и это была самая популярная книга во Вселенной. Тогда это была фантастика, сейчас мы это воплотили. Ну и, наконец, последний такой столб, такое направление, которое привело к появлению Википедии, это движение свободного программного обеспечения. В конце 80-х, в начале 90-х, стали появляться первые свободные лицензии для программного обеспечения, появились программы, потом и операционная система, дно Linux, распространяющая на условиях свободных лицензий, то есть любой человек мог их использовать, мог их дорабатывать, и никому за это, соответственно, не платить денег. И когда уже к концу 90-х годов стало понятно, что большинство серверов в интернете уже работают на Linux, веб-сервера тоже под свободными лицензиями, но кроме программного обеспечения, оказалось, что надо двигаться дальше, и Ричард Столман, такой проповедник свободного программного обеспечения, автор одной из первых свободных лицензий, предложил, что надо бы создать свободную энциклопедию. Есть энциклопедия «Британика», но она защищена авторскими правами, она стоит довольно много денег, и надо бы, конечно, как по аналогии с созданием свободных операционных систем, свободных других программ, надо бы сделать такую же свободную энциклопедию. Тогда это был такой манифест, скорее в 99-м году, который написал Столман, но он взял за живого американского предпринимателя Джимми Уэллса, который решил действительно воплотить это в жизнь. Джимми Уэллс нанял американского философа, ученого Ларри Сенгера, которого сделал главным редактором такой новой энциклопедии, ее назвал он «Нью-педия», и идеей была эта энциклопедия следующая, что она будет распространяться на условиях свободных лицензий, и все тексты, соответственно, можно будет брать, свободно использовать, не спрашивая на то, у кого-либо каких-то разрешений, заключать с ними какие-то договоры. И был такой запущен проект, во всех университетах американских были повешены объявления, чтобы ученые начали принимать участие в этом проекте. Был составлен словник тех статей, которые надо в первую очередь написать туда. Нанимались ученые, они писали статьи, статьи выверялись потом несколькими рецензентами, которые давали замечания, замечания учитывались, потому что как все было учтено, отдавалось юристу, который проверял корректность, верстальщику, нет, потом человек, который проверял все факты, редактор, потом наконец отдавался верстальщику, и статья появлялась на сайте. Довольно медленный такой процесс, и вот через год после создания оказалось, что проект довольно медленно развивается, и вот к концу года там было только 12 статей, и стало понятно, что Ньюпедия никогда не догонит энциклопедию Британика, что изначально планировалось. Ну и вот Ларис Энгер, ему стало понятно, что скоро его, вероятно, уволят, а проект закроют, потому что с такой скоростью, если 12 статей в год всего пишется, но никакой, о какой-либо энциклопедии даже речи не стоит. И он встретился в баре со своим другом, программистом Беном Ковицем, который ему сказал, вы не хотите использовать для своей энциклопедии свободный движок Вики, использовать технологию Вики. Что это такое? Сама технология Вики, она была придумана еще в конце 80-х годов, но вот реально в 95-м году появился первый сайт, который работает на этой технологии. Технологию разработал американский программист Уорд Каннинген. Он в 90-х годах, я думаю, многие из вас помнят, сайт, это был, собственно, такой Веб 1.0, всегда была какая-то редакция, или веб-дизайнер, или редакция сайта, которая решала, что разместить в интернете на сайте, и читатели, которые просто пассивно читали информацию на сайте, в лучшем случае могли написать письмо по электронной почте. Уорд Каннинген решил сделать такой сайт, где собиралась вся информация о алгоритмах программ, то есть, неважно, на каком языке человек пишет программы, но там какие-то алгоритмы, там, например, алгоритм сортировки, они повторяются, и чтобы каждый раз не изобретать велосипеды, собирать все эти алгоритмы, только улучшать их, и он разработал такой сайт, где любой человек мог вносить изменения в контент этого сайта, в содержание его, не спрашивая на то, ни у кого специального разрешения. Такой сайт он открыл в 1995 году, и этот сайт как раз была названа технологией Вики. Вики это слово Каннинген увидел впервые на Гавайях, есть вот такие, сейчас как-то немножко делается, а вот, на Гавайях, это шаттлы в гавайском аэропорту, которые называются Вики-Вики, там в прошлом, в прошлом году только от них отказались, и вот по-гавайски Вики это значит быстро, Вики-Вики быстро-быстро, вот эту технологию Вики Каннингем разработал, и на этом сайте любой человек мог внести какие-то изменения, понятное дело, что если любой человек может внести на сайт любые изменения, содержания, то есть риски, даже если там будут тысячи очень хороших, умных людей, но все равно найдутся люди какие-нибудь не очень адекватные, или там дети, или люди в состоянии алкогольного опьянения, или еще кто-то, или просто шутники, которые весь этот контент удалят, заместят какими-то странными шутками, оскорблениями, или рекламой, да чем угодно. Поэтому в технологии Вики есть по сути кроме возможности любому редактировать содержание, есть вторая очень важная составляющая, это что все версии всех страниц, они сохраняются. Это значит, что если кто-то что-то внес какую-то информацию, то ее можно всегда вернуть, если эта информация некорректна, если она портит собственно страницу, и всегда можно вернуть предыдущий вариант, пред-пред-последний, в общем все версии за всю историю они сохранены, поэтому происходит следующее, что все вот эти тексты, которые распространяются на технологии Вики, они постепенно улучшаются людьми, они могут на какое-то короткое время ухудшаться, но эти плохие изменения достаточно быстро убираются, возвращаются предыдущий вариант, и происходит следующее, происходит некоторая эволюция текстов, то есть сохраняются все положительные правки, все некорректные долго не живут, и тексты только улучшаются, и вот эту технологию Бенковиц предложил Ларри Сенгеру использовать для энциклопедии, Ларри Сенгер прибежал к Джимми Вэлсу, рассказал ему эту идею, и буквально в течение недели был открыт новый сайт, но чтобы разделить два бренда, была энциклопедия Нупедия, Ньюпедия, которую писали эксперты, осталась, и появился второй сайт, который назывался Википедия, который мог реактировать любой человек, и вот 15 января 2001 года открылась Википедия, сначала на английском языке, вот тут видно, нет, тут написано, что мы хотим написать более 100 тысяч статей, присоединяйтесь, 100 тысяч статей, это объем энциклопедии Британики, довольно скоро уже была, там она стала довольно активно развиваться, про нее написали на всех популярных новостных сайтах, в блогах, и народ туда пошел, стал писать статьи, и вскоре появилась Википедия на немецком языке, на французском языке, в мае 2001 года появилась Википедия на русском языке, и вот к концу 2001 года Википедия выходила уже на 18 языках и содержала более 20 тысяч статей, для сравнения Ньюпедия к концу 2001 года там было 23 статьи, но стало понятно, что с Ньюпедией ничего не получится, статьи оттуда были перезагружены в Википедию, они не потерялись, а потом они дальше уже дорабатывали с добровольцами и стала развиваться энциклопедия Википедия. Мне пишут, что плохо слышно. Меня слышно? Да, нет? Отлично. Окей. И вот собственно английская Википедия стала развиваться и количество статей там увеличивалось ну просто по экспоненте. Сейчас там уже более пяти с половиной миллионов статей, что представляла русская Википедия. Вот она открылась 11 мая 2001 года, но прошло уже почти 17 лет. проблема с русской Википедией, когда она открылась, о ней никто в России не узнал. Ее создал Ларис Энгер, он какое-то время работал в России в Ижевске, он владеет русским языком, и из Ижевска собственно была создана русская Википедия, но никто ее не редактировал. Вот эта надпись «Давайте работать вместе над ее русским вариантом». Она висела несколько лет, иногда туда заходили какие-нибудь вандалы, и вот посмотрите, как выглядела русская Википедия спустя два года. По сути, она не особо поменялась, вот там кто-то стал вписывать какие-нибудь по сути тренировался вниманию какой-то Лаврухиной, или надпись «Это главная страница Википедии конец 2002 года, но начало 2003-го тоже так все глядло. Россия родина слонов, ушасток повышенной проходимости». И вот эти надписи два года висели, никому особо дела до русской Википедии не было. Постепенно там все-таки стало собираться сообщество, я тоже стал участвовать в русской Википедии с конца 2003-го года, и начали появляться статьи, стали их писать. Когда-то мне принадлежало, то есть я написал когда-то там было где-то 6,7 процентов статей в русской Википедии я написал, но сейчас соответственно процент, который написал я, это уже какие-то жалкие-жалкие доли процентов, потому что количество пропорциональных спермин, что в русской Википедии сейчас уже количество росло, до 2003-го оно по сути было около нуля, потом постепенно с конца 2003-го, начало 2004-го стало расти, и сейчас в русской Википедии что она собой представляет, сейчас в ней 1 миллион 461 тысяча статей. Для сравнения сейчас была написана большая российская энциклопедия торжественно в декабре презентовали президенту России, там 80 тысяч статей, вот у нас 1 миллион 461 тысяча, ну вот видите, какая разница, ну вот можно сравнить с крупнейшими энциклопедиями, вся Википедия на всех языках суммарно там около 48 миллионов статей, 48 миллионов статей, вторая по величине это китайская энциклопедия, которая делается поисковиком Байду, там более 15 миллионов статей, но большей частью там статьи состоят из одной строчки, просто специально такая ситуация делается, чтобы было больше во что бы то ни стало, и китайская энциклопедия Байду, она характерна тем, что там есть специальные люди, которые вначале цензурируют тексты, потом они там помещаются. Ну вот большая советская энциклопедия, там было 95 тысяч статей. Википедия, она пишется на многих языках мира, 298 есть википедия, еще есть инкубатор, где делаются википедии, которые потом из них уже создается официальная википедия. Вот самые крупные википедии, это топ-10, самая крупная википедия на английском языке, там 5 миллионов 590 тысяч, 5 миллионов почти, 5,6 миллиона, русская википедия на седьмом месте. Правда, как вы видите, тут нет довольно странной языки. Вторая википедия по размеру, это википедия на сибуанском языке, третья на шведском языке, хотя казалось бы, не очень распространенные языки. Тут, конечно, такая странная ситуация возникла. В шведской википедии был один, точнее, он до сих пор есть. Один участник, программист, который взял базу данных, свободную, незащищенную авторскими правами, базу данных насекомых и при помощи робота превратил ее в статьи, который стал загружать в шведскую википедию. Шведская википедия обогнала все. Потом там насекомые у него кончились, он стал загружать грибы, и большей частью шведская википедия, она, конечно, о грибах и насекомых. Потом шведы в какой-то момент сказали, что нет, уже хватит, у нас там есть какой-то оригинальный контент все-таки энциклопедический, а так у нас большая часть энциклопедия стала о грибах и насекомых. И ему запретили загружать в шведскую википедию, но у этого шведа жена была филиппинка, может, сейчас есть, наверное, и он перевел эту базу данных на сибуанский язык, один из языков филиппин. И вот теперь сибуанская википедия, она вторая по величине, и там 5 миллионов 380 тысяч, ее люди практически не редактируют, пишут туда только этот робот, и поэтому у нас появился термин ботопедия, википедия, которые пишутся роботами, их не так много, это сибуанская, это шведская, вот их топ-10, это частично голландская википедия, вот если их не считать, вот такие ботопедия, то в других википедиях именно такие написаны роботами статьи, их незначительное количество, это доля процентов, это то, что там какие-то очень неудобно руками создавать такие статьи, так пишутся, но так мы были бы на четвертом месте после английской, немецкой и французской википедии. Вот что было бы, если бы википедию издавали бы в виде книг, мы периодически ведем такой подсчет, если бы ее сверстать в формате большой советской энциклопедии, то было бы 975 томов в месяц примерно где-то на 4 тома пишутся в русской википедии, а если бы считать с иллюстрациями, то все-таки у нас статьи тоже с иллюстрациями, то было бы 1105 томов, но для английской википедии было бы примерно в 2 раза больше, в 3 раза больше. Википедия, когда ее создавали, казалось, что это будет такой, знаете, узкий, ну, сайт, у которого будет какая-то довольно узкая целевая аудитория, что он интересен будет только тем любителям энциклопедии, как предполагалось, что их довольно мало, но оказалось, что википедия это один из самых популярных сайтов в интернете, в месяц википедию посещают примерно 570 миллионов человек, и википедия является пятым по посещаемости сайтов в мире, нас обгоняет Google, YouTube, Facebook и китайский поисковик Baidu. В России википедия тоже входит в топ-10, но, правда, на 9 месте, она, конечно, в России популярнее, чем Baidu и Facebook, на 9 месте, у нас в России есть Яндекс, ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru, которые популярнее, википедия в России, при помощи по аукциону Авито, немного популярнее, чем википедии на русском языке, так, в России, википедия в России на 9 месте в мире на 5 месте, по посещаемости, Да, но тут у меня из-за того, что анимация не разрешена, как она закрыта, но расскажу словами. Значит, в 2005 году еще на заре существования википедии, ну, нас всегда критикуют за то, что статьи пишут неизвестно кто и как бы его можно сравнивать. И вот еще в 2005 году прошло, как видите, 13 лет. Журнал Nature сравнил, провел экспертизу и 42 статьи, случайно выбранные из Британики и из Википедии, были проверены экспертами. И вот оказалось, что серьезных ошибок, ну, вот в этих 40 статьях Википедии было 4, они нашли в Британике 3, ну, не очень серьезных таких мелких ошибок примерно было, ну, не мелких ошибок в Википедии было как чуть больше, но это исследование 13 лет назад. Британика возмутилась, сказал, что Nature не умеет читать, но потом Nature, соответственно, перепроверил все данные, сказал, что нет, все корректно. Суть вот в чем, что оказалось, что Британикой не сильно лучше была Википедия образца 2005 года. с тех пор Британика, содержимое Британики не сильно поменялось, а Википедия, вот эти 42 статьи на следующий день после выхода статьи в Nature, там был повесили в каждую статью шаблон, в этой статье эксперты Nature нашли там столько-то ошибок, но уже к концу каждого дня там нашли еще больше ошибок, их все тут же исправили, а многие из этих найденных ошибок, которые были найдены в Британике неисправлены до сих пор. Википедия с тех пор развивалась, улучшалась, провалились многие другие исследования, там немецкую Википедию сравнивали статьи, медицинские статьи в Википедии анализировали, но пока вот все последние исследования говорят, что качество статьи Википедии не хуже, а в большинстве случаев даже лучше, традиционных энциклопедий как на странах. Как работает Википедия? Давайте кратко расскажу основные принципы работы. В Википедии есть довольно большое количество правил, правила придумываются участниками Википедии, но есть базовые такие правила, их всего пять, которые лежат в основе всех остальных правил, и просто если их понимать, то остальное в принципе не так уж важно. Вот главное, ну какие принципы, да, принцип, так как Википедия, она работает на технологии Вики, то ее можно, соответственно, любую статью можно редактировать, можно вот щелкнуть, править код, и откроется такое окошко, где он на первый взгляд кажется таким страшным и непонятным, но на самом деле ничего сложного нет. Жирный текст это тройные кавычки, курсив двойные, три апострофа жирный текст, курсив два, заключить слово. Чтобы сделать гиперссылку, достаточно просто слово поместить в двойные квадратные скобки, но так как у нас на русский язык много падежей, поэтому делается такая вертикальная палочка, это первое слово, это на какую статью должна вести ссылка, второе, как она должна показываться в тексте. Вот в принципе и все, весь язык разметки, как основные принципы. Ну там конечно есть много других дополнений, но в целом даже вот одного этого достаточно для того, чтобы понимать, как все это редактируется. Можно выносить какие-то изменения, нажать предварительный просмотр, посмотреть, как это будет выглядеть, если все нормально, нажать записать страницу и вот эти изменения они тут же появятся в Википедии. Но есть они некорректные, кто-нибудь другой их уберет. Но соответственно в Википедии нету премодерации, есть постмодерация и модератором Википедии являются по сути все его читатели, все ее читатели, то есть нет какого-то специального человека, который модерирует. Как правило, статьи проверяют все правки, те, кто ее раньше писали, им интересно, что туда еще вписали, они это все очень тщательно отслеживаются. Вот если в Википедии нажать статья, вот ссылка история, вот если ее нажать, то показывается, кто когда вносил какие изменения в Википедию. Можно поставить галочки сравнить версии и увидеть, что туда собственно было внесено. но вот тут исправили количество языков. Несколько месяцев назад была Википедия выходила на 299 языках, она выходила, там была еще такая Википедия на языке Гетера, который Герера, на языке Герера, который используется в Намибии, но оказалось, что она мало популярна, ее практически никто несколько лет туда новых статьи не появлялись, было принято решение закрыть. Сейчас Википедия выходит на 299 языках, и вот можно сравнить, кто внес, имя пользователя, время, когда он это сделал, и что он конкретно сделал. То есть все это отслеживается, и отслеживать может любой человек, что когда в Википедию вписывали. Вот какие правила, я начал про правила говорить. Правил много, но есть базовое правило, которое гласит, что можно игнорировать все правила, которые мешают улучшать Википедию или поддерживать ее функционирование. Понятное дело, не надо его доводить до абсурда, но основной принцип, что все-таки надо понимать дух Википедии, не обязательно знать все эти правила наизусть, понимать главные основные принципы Википедии, этого вполне достаточно. вот есть вот такие пять базовых правил, на основе которых строятся все остальные правила Википедии. Ну вот пятый, про который я говорил, игнорируйте все правила, что в принципе правила Википедии не строгие, главное все-таки дух, а не буква. Но первый принцип это, что Википедия является энциклопедией, а не чем иным. Сейчас я подробнее об этом расскажу. Второе, что Википедия придерживается именно нейтральной точки зрения, что там нельзя проталкивать какую-то свою точку зрения, довалять какую-то пропаганду, рекламу. Все тексты должны написаны быть максимально нейтральны. Третий принцип, в чем называется свободная энциклопедия, что там все тексты Википедии, они распространяются и иллюстрации на условиях свободных лицензий. Это значит, что любой человек может эти тексты использовать, но там требование только указывать источник, и если делается на их основе производные новые произведения, они тоже должны на тех же условиях свободных распространяться. Четвертое, что есть множество правил, которые надо соблюдать, но тем не менее подчеркивается, что эти правила все-таки надо к ним относиться разумно, а не следовать им следу. за исключением вот этих пяти базовых принципов. Первый главный принцип, что Википедия это энциклопедия, суть его в общем, что он сделан для того, чтобы Википедию не помещали какую-то информацию, которая не является форматом для энциклопедии, чтобы она не превращалась в что-то другое, потому что так как любой человек может редактировать, чтобы по сути были такие заданные рамки, что туда можно, что туда нельзя. Но вот что Википедия это не является словарем, она является энциклопедией, а принципиальная разница в том, что в словарях пишутся статьи о словах, значение слова, этимология его, использование перевода на другие языки, какое-нибудь краткое толкование, но например в каком-то толковом словаре слова бегемот и гиппопотам это соответственно разные статьи, потому что там разные слова, у них разные этимологии и тому подобное. Википедия пишется не о словах статьи, а о сущностях, что за этими словами скрыто, поэтому там с синонимом будут редиректы на одну и ту же статью, и как пишется, именно там раскрыто не про само слово, а про его о самом понятии рассказать. Я не в фокусе. Второе, что Википедия это не бумажная энциклопедия, там много принципов, но бумажная энциклопедия там проблема вот какая с бумажными энциклопедиями, когда делают классические энциклопедии, там у них основная проблема в том, что выходя на бумаги есть ограничения на объем каждой статьи, и в классических энциклопедиях какой принцип, что статьи о наиболее важных вещах они занимают больше, сейчас она наводится, когда я шевелюсь, будет больше шевелиться, значит, когда соответственно, чем важнее понятие, тем больше знаков выделяется на статью в классических энциклопедиях. Например, в Большой Советской энциклопедии была такая история, когда философу Лосеву заказали статью про Платона, он ее написал, и ему говорят, извините, мы не можем принять статью про Платона, потому что она нам не очень подходит. Он говорит, как так, я плохо ее написал, мне это отлично написали, отлично написали, может быть, я не до конца раскрыл тему, или там вписал что-то лишнее, нет, все в порядке, говорят, ну а почему же вы ее не берете, ну, дело в том, что у нас уже вышел том на букву Л, и там статья Ленина, и она короче статьи о Платоне, и мы поэтому такую длинную статью о Платоне не можем поставить. Вот в Википедии вот такого ограничения нет, объем статьи должен быть такой, чтобы раскрыть тему, а не придерживаться какого-то нужного количества знаков, то есть, если тема есть про что писать, нет без всякой воды, то есть, текст он должен быть энциклопедический, но если есть что писать, она может быть достаточно длинной, или наоборот слишком короткой, есть пределы на длину, там слишком короткие в одну строчку такие статьи в Википедии удаляются, но в целом вот этих ограничений как в бумажных энциклопедиях в Википедии нет. Ну, дальше, конечно, нельзя размещать рекламу, использовать как политическую трибуну, рассматривать как социальный эксперимент, набивать какими-то ссылками на какие-то сайты бесконечно, просто кроме ссылок на чем-то они добавляют, ну и тому подобное. Я думаю, в принципе, этот принцип я думаю понятен. Второе, такая важная вещь Википедии это проверяемость. Суть вот в чем, что так как любой человек Википедии может ее редактировать, то всегда возникает вопрос, собственно, как можно верить этому человеку, как Википедию редактируют, зарегистрированы Википедии там несколько десятков миллионов людей, ну во всех Википедиях в мире, как можно быть уверенным, что это не какие-то городские сумасшедшие, не интернет-фрики, не какие-то спецслужбы, которые хотят как-то влиять, не какие-то заговорщики, не кто-то еще. Как можно, собственно, вообще верить этой информации. Википедии используется следующий принцип. так как Википедии принципиально нету никакого доверия к авторам. То есть, авторам Википедии принципиально не доверяют участникам. Смысл в том, что доверяют не какому-то, не конкретному человеку, а доверяют тексту, который он пишет. Каждый факт в статье должен сопровождаться ссылкой на источник этого факта. И требования к источникам, что они должны быть авторитетными, не аффилированными. В частности, для научных фактов научной монографии, научной статьи, для других типов информации. Какой-нибудь официальный сайт, статья о спорте на странице Олимпийского комитета. Ну и так далее. В зависимости от типа информации, там разные типа отсылок. И соответственно, этот принцип, он на самом деле сейчас используется в науке. То есть, если взять какие-нибудь научные статьи конца 19-го, начала 20-го века, ну, ученых было не так уж много, как бы авторитет каждого был известен, и они себе позволяли просто говорить так голословно, делать голословные утверждения, никогда списков литературы там в конце не было, ну и как бы люди им верили, да, потому что и он авторитетный ученый, а сейчас ученых так много, что как бы авторитетность каждого неизвестна, индекс Хирша проверить оперативно не всегда возможно, и потом он как бы тоже довольно сильно его критикует, поэтому основной принцип все-таки в научных статьях всегда указывать ссылки на источники, в любой научной статье, раздел библиографии, он занимает довольно существенный объем каждой статьи, также в научных монографиях. Вот этот же принцип используется в Википедии, то есть туда помещается только Википедия, в которой в Википедии помещается только та информация, которая ранее где-то была опубликована, то есть Википедия по сути является всегда вторичным источником, в Википедии не может появиться какая-то информация, которая до этого нигде никогда не была опубликована, то есть если она ее кто-то может конечно вписать, но ее удалят, потому что нету источников. Еще один такой важный принцип Википедии это принцип значимости. Дело в том, что не на любую тему Википедии можно написать статью. Ну как и в классических энциклопедиях есть какой-то порог, вот если взять вот сейчас вышла большая российская энциклопедия, которую наконец-то дописали, там 35 по-моему томов, ну например там нету статьи про Жириновского или про Зюганова, которые с точки зрения большой российской энциклопедии являются незначными политиками в России, там есть собственно только про небольшое количество российских политических статьй. В Википедии вот этот порог, он конечно ниже, чем в большой российской энциклопедии, но тем не менее он все-таки существует. суть в том, что он опять на самом деле завязан на принцип проверяемости, то есть если про какого-то человека или про какое-то явление нету никаких источников авторитетных, ну то есть эта информация в принципе вообще непроверяема и про эти статьи писать нельзя. Соответственно основной принцип значимости, что предмет или тема, они должны быть достаточно подробно освещаться в независимых авторитетных источниках. Это принцип значимости, он относится именно к теме статьи, то есть может быть статья написана отлично, очень хорошим языком, очень красиво оформлена, но сама тема незначима. Это может быть статья о каком-то человеке, там очень часто у кого-то кто-то умер из родственников, он пытается статью про своего родственника написать в Википедию, но такие статьи к сожалению удаляются. Или бывает школьники решили организовать музыкальный ансамбль, музыкальную группу и на следующий день еще не спев ни одной песни, не выпустит какой-то диск, они уже пишут о себе статью в Википедии. Конечно такое тоже удаляется. Но они их удаляют в Википедии не с формулировкой нет значимости, а с более такой корректной значимость не показан. В самой статье должно быть показано, что статья значима. А как это определить? В Википедии очень подробно описаны критерии значимости. есть ссылка, если в Википедии наберете в поиске WP2.KZ, КЗ это критерии значимости, там откроется подробная статья, где описаны разные критерии значимости, частные, отдельные критерии для ученых, отдельные для спортсменов, для музыкантов, для разных тем, все это подробно описано, чтобы просто понять, на какую тему можно писать статьи, на какие нельзя. если она не значима, как бы вы ее хорошо не написали, ее удалят. Поэтому в самой статье должно быть явно показывать соответствие критериям значимости. и еще просто совсем кратко о запретах Википедии. По сути таких два основных запрета. Первый запрет заключается в том, что запрещено нарушать авторское право. Хотя Википедия она небольшой поклонник копирайта, мы наоборот все свободно раздаем, но тем не менее мы этот копирайт очень строго блюдем. не хотим, чтобы в бочку меда кто-то добавил ложку дегтя и появились потом какие-то правообладатели, которые вдруг запретят Википедию, потому что она нарушает их какие-то права. Поэтому Википедия очень тщательно выверяется, чтобы никакая фотография, никакой текст не был бы откуда-то скопипащен, скопирован, иначе такие тексты очень быстро удаляются, даже без каких-то запросов правообладателя. Если человек постоянно это делает, его Википедия блокирует. Второй принцип, что Википедия запрещены оригинальные исследования, но мы так это аккуратно называем, просто есть люди, которые пишут не по источникам, а из головы. Но сегодня вдруг он проснулся и понял смысл всего сущего, ему было видение, или он услышал голоса, и он решил написать статью Википедия. Конечно, такие тексты удаляются, потому что все факты в статьях должны быть взяты не из головы, а из каких-то источников ранее опубликованных, и непростые источники, они должны быть авторитетными, и так далее, со всеми требованиями источниками. Знаете, очень похожую вещь когда-то описал Фрэнсис Бекон в своем новом Органоне, он там описывал типы ученых, он говорил, что есть ученые, которые называют муравьи, которые собирают информацию повсюду, и вот как муравьи тащат все подряд в свой муравейник. Вот так есть люди, которые пытаются из интернета какие-то абзацы где-то копировать, тащить википедию, таких википедии не любят, их достаточно быстро всю эту информацию вычищают. Есть ученые, как называл Бекон пауки, которые из себя как паутину вытаскивают эти знания сами из себя, ссылают только сами на себя, это тоже ничего в этом хорошего нет. И вот такие идеальные ученые, Фрэнсис Бекон называл пчелами, которые облетают огромные расстояния, смотрят огромное количество цветков, собирают пыльцу, которые потом перерабатывают в нектар. Вот так и участники википедии идеальные, они должны огромное количество источников обработать, и вот из этого огромного количества информации вычленить большую капельку нектара, полезную информацию, которая потом помещается в статью. Ну и последний такой принцип, что она свободная энциклопедия, что все тексты там распространяются на условиях свободной лицензии. Википедия распространяется по лицензии Creative Commons с атрибушием Share и Like. Это лицензия, но это одна из группы лицензий Creative Commons. Там есть и другие лицензии Creative Commons, часть свободные, часть несвободные. Но суть именно этой лицензии заключается в том, что любой человек может свободно использовать без согласия, без заключения лицензионного договора, без выклада вознаграждения любой текст из Википедии. Единственное требование он должен указывать либо авторов, либо ссылку на эту статью, где эти авторы все указаны. Соответственно если он делает какие-то производные произведения, ну там иллюстрации делает коллажи, эти тексты вставляет куда-то в свои произведения, они тоже должны распространяться на условиях той же самой лицензии. То есть такой вирусный принцип этой лицензии, то есть используя этот текст, эти иллюстрации, они заражают свободой все остальные, произведения все производные. В свободной лицензии Credit Commons долгое время спорили, насколько они вообще легальны в России, какой у них правовой статус. Дело в том, что даже авторы гражданского кодекса, у них были у разных людей, разные точки зрения, пришлось провести достаточно большую работу, пришлось даже встречаться с президентом России, убеждать его о важности свободных лицензий. И у нас сейчас, 2014 года, есть у гражданского кодекса статья 1286.1, которая называется «Открытые лицензии», которая в явном виде разрешает регламентировать эти свободные лицензии, в частности лицензию Creative Commons используется на сайте на сайте президента, на сайте правительства, на сайте ряда министерств, Министерства образования, Министерства обороны, Минфин, Минпромторг, Минтруд, Минсвязь, все эти министерства тоже используют свободную лицензию. Она сейчас постепенно даже активно применяется нашими чиновниками. несколько лет назад было даже трудно вообразить. Очень хорошая лицензия, я всячески рекомендую ее использовать. Кто пишет в Википедию, давайте с этим разберемся, кто все эти люди. Несколько лет назад проводили исследование, опросили 43 тысячи, почти 44 тысячи человек, и вот оказалось, что большинство авторов Википедии, почти 90% это мужчины в возрасте соответственно до 30 лет, с высшим образованием, либо даже с кандидатской степенью, одинокие, бездетные. Ну вот собственно вот это масса, основная масса участников Википедии, основной собственно такой костяк, кто пишет статьи. Мы до сих пор, вот это исследование 2009 года, прошло 9 лет, все эти 9 лет мы пытаемся понять, почему же женщинам неинтересно писать в Википедию, там они тренинги проводили, и была такая гипотеза, что очень сложный интерфейс, вот этот язык разметки очень сложно освоить, сделали визуальный редактор, то есть редактировать статьи, можно как в Word писать статьи, ничего не помогает, процент примерно держится до сих пор вот такой, то есть 9 к 1 мужчин и женщин, которые редактируют Википедию, вот сейчас надо включить психологию, готовится МГУ Московского университета, готовится исследование участниц Википедии, которые все-таки пишут статьи, чем они отличаются от среднестатистических женщин, чтобы может быть потом мы направим усилия, чтобы привлекать женщин такого же психологического типа в Википедию, ну посмотрим, что получится. Вот спрашивали, зачем вы стали редактировать Википедию, почему вы решили участвовать в этом проекте, и вы видите, почти 70% людям нравится на самом деле идеология Википедии, это основная причина, по которой люди начинают редактировать Википедию, им нравится идея собственно бескорыстного обмена знаний, собрать все эти знания, сделать удобно и отдать соответственно всему человечеству. Ну вторая причина, почему они стали редактировать Википедию, увидел ошибку, захотел исправить, ну а дальше соответственно втянулся, подсел и дальше уже стал все активно редактировать. Вот второй вопрос, почему вы продолжаете участвовать в Википедии, этот вопрос задавался уже активным автором Википедии, и оказывается, что все равно вот этот принцип идеологический, что нравится идея бескорыстного обмена знаний, это основная причина, что вот эти бескорыстные обмена знаний, я верю, что информация должна быть свободна, это 71-69 процентов людей выбирали такие варианты ответов, а это говорит о том, что вот собственно именно из-за этого люди и пишут Википедию. То есть участники Википедии, они должны, ну в общем, те, кто в итоге остаются в проекте, они по сути принимают вот эти идеи, что нужно это все создавать для того, чтобы потом отдавать людям. Ну вот в мире Википедия выходит на 298 языках, там зарегистрировано более 74 миллионов людей, но реально активно редактирующих, там более несколько правок в месяц хотя бы делающих, ну это примерно около 400 тысяч человек во всем мире. Ну видите, насколько на порядке отличается от количества людей, которые читают Википедию, то есть в том случае в тысячу раз отличается. В России у нас зарегистрировано в русской Википедии 2 миллиона 300 тысяч, примерно 2 миллиона 300 тысяч человек, но вот те, кто ее активно пишут, это примерно чуть больше 11 тысяч человек. Ну вот на фотографии мы проводим регулярно Вики-конференцию, где собираются участники Википедии на русском языке. В России, кстати, Википедии пишется 10% всех существующих Википедий, примерно 30 Википедий пишется на языках народов России, то есть это кроме русского это и башкирский, татарский, чувашский, чеченский, язык Саха, соответственно около 30 таких Википедий. Кстати, вот очень интересно, башкирская Википедия, она довольно сильно отличается от всех остальных Википедий, если везде 90% участников Википедии это мужчины, то в башкирской наоборот, большинство мужчины до 30 лет, то в башкирской Википедии это в основном женщина и женщина соответственно в области старше 50 лет. Они себя называют Вики-бабушки, они редактируют башкирскую Википедию, они приехали к нам на конференции, сейчас я вот мышка, вот они в национальных костюмах, вот они пишут в башкирской Википедии. Кроме Википедии есть и другие проекты, но их довольно много, есть и Вики-словарь, где пишется как раз статья о словах, есть Вики-данные, где собственно собираются именно такие табличные данные, которые потом используются в Википедии, есть проект Вики-новости, где собственно такой проект гражданской журналистики, где участники этого проекта пишут какие-то новостные репортажи, есть Вики-цитатни, где собираются там известные цитаты, но наиболее такие популярные и проекты, я про них расскажу отдельно. Самый такой популярный после Википедии проект у нас называется Вики-склад или Вики-медиа Коммонс, это самый большой в мире фотобанк, ну кроме фотографий, там есть еще некоторое количество видео и музыки, соответственно, все фотографии, все эти медиафайлы, они распространяются на условиях свободных лицензий, либо это фотографии, иллюстрации, которые перешли уже в общественное достояние, потому что еще истек срок охраны авторского права. Соответственно, там сейчас более 44,5 миллионов отдельных файлов, большинство это иллюстрации, самый большой в мире фотобанк, все фотографии, которые можно свободно использовать, и эти фотографии, они используются в Википедиях, во всех, почти 300 Википедий у нас существует, и все эти фотографии хранятся в одном месте на Викискладе, и дальше уже статьи вызываются, то есть одна и та же фотография может одновременно использоваться и в английской, и в немецкой, французской, в русской, Википедии, и так далее, то есть туда тоже можно загружать фотографии, можно ими пользоваться, но принять только те фотографии, которые либо вы сами автор, если многие люди ездят в отпуск, фотографируют достопримечательностями, у них хорошие фотоаппараты, но потом эти фотографии никак не используются, они только мертвым грузом лежат, у них на жестком диске, даже кому-то показывать, людям это становится скучно, как я куда-то съездил, все эти фотографии, они могли бы быть полезны для Википедии, если у вас есть какие-то фотографии, там, достопримечательностей, чего-то важного, полезного, которое вы являете сами, автором, и это могло бы как-то помочь иллюстрировать те или иные статьи, загружайте их, пожалуйста, на Викисклад, это очень поможет развитию Википедии, то есть не только писать статьи, но и можно их иллюстрировать. Еще один проект называется Викитека, такая библиотека Википедии, там хранятся вот это на русском языке Викитека, видите, у нас 471 тысяча разных текстов на русском языке, там хранятся либо художественные произведения, либо какие-то законы, которые имеют какое-то важное значение, и на них стоят ссылки из статьи Википедии, в целом это независимый проект, там отдельное сообщество, загружает туда тексты, большая библиотека, главный принцип, что все эти тексты должны либо быть уже в общественном достоянии, то есть срок охраны истек, либо они просто по закону не охраняются авторским правом, например, это тексты каких-нибудь законов. Ну и наконец очень интересный проект, который называется Викигид или Викиваяж. Ну вот на английском называется Викиваяж, когда его на русский язык думали как перевести, большинство проголосовало за название Викигид, хотя, конечно, это не очень корректно, но тем не менее, поэтому он такой двойной названием. Что это за проект? Это проект, где участники этого проекта отработают на тех же принципах, что и Википедия, на Викидвижке, но они пишут не энциклопедические статьи, а путеводители. Путеводители по разным городам, странам мира, и уже около 5000 таких путеводителей. Тоже очень интересные присоединяйтесь к написанию. И последнее, что я хотел сказать, Павел Йорч сказал мне, что большинство аудитории это сотрудники библиотек. У нас есть такой проект, называется открытая библиотека. Открытая библиотека.рф специально мы создаем сотрудничать с библиотеками, убедить их оцифровывать какие-то книги, потому что книги очень сами вот эти источники они очень нужны для развития Википедии, для развития других наших проектов. И нас поддержал фонд президентских грантов, собственно вот этот проект по сотрудничеству с библиотеками, и у нас сейчас там запущен конкурс, который называется тоже открытая библиотека, если вы откроете открытая библиотека.рф там призовой фонд 300 тысяч, три номинации по 100 призраков в каждой для библиотек, там есть разные номинации, чтобы там либо загружать их в оцифрованные книги, которые перешли в общественное достояние, на Викисклад, подключиться к другому нашему проекту, Федеральная резервная система банков знания, или просто представить на оценивание свою электронную библиотеку, свои библиотеки, и дальше там лучшее будет награжден. Итоги будут подведены летом, 30 июня, до 30 июня продолжается этот конкурс, пока он, хотя мы его запустили в октябре, но пока он мало популярен, мало библиотек в нем участвует, но я приглашаю вас, ваши библиотеки, ваши библиотеки открыть собственно этот сайт открытой библиотеки.рф и поучаствовать в этих конкурсах. На этом все, давайте я отвечу на вопросы. Я смотрю на вкладку вопросов, потому что в общем чате я просто не успеваю пролистывать. Первое, статей много, модераторов. Если у вас есть вопросы, вы в раздел вопросов скопируйте, чтобы я увидел. Вот вопросы от Натальи Макаровой. Статей много, модераторов ограничены, как происходит отбор, какие статьи модерируются, какие остаются на когда-нибудь. Вот собственно модераторами Википедии являются любые, все участники Википедии, то есть сколько людей редактировать Википедию, все они могут модерировать друг друга. В Википедии есть администраторы, их действительно мало, их по-моему чуть больше 80, в русской Википедии чуть больше 80 человек, но это люди, которые могут заблокировать участников, чтобы он мог только читать, но не писать, удалять статьи и восстанавливать удаленные статьи, потому что даже удаленные на самом деле сохраняются. Но именно отбора статьи никакого специально не происходит, то есть любой человек может предложить удалить любую статью и там соответственно происходит обсуждение в течение недели участники Википедии, там иногда мы встречали, в статьях Википедии появляется такая розовая плашка сверху, что статья предлагается к удалению и на определенных форумах Википедии участники Википедии обсуждают, насколько эта статья соответствует правилам Википедии, насколько значима тема, многие из них дорабатывают эту статью, и потом подводится итог и статья либо оставляется, либо удаляется. Но это уже происходит после того, как статья появилась. То есть у нас в Википедии нет премодерации, соответственно, а постмодерации модераторами таким является любой человек. Большая статья Википедии это хорошо или плохо? Ну, тут смотрите, это, конечно, такой сложный вопрос, хотя, как он, довольно просто сформулирован. С одной стороны, тут важно, насколько раскрыта тема. Принцип любой энциклопедии, конечно, дать читателю информацию кратко, без воды, чтобы человек получил всю важную информацию сразу. То есть для этого люди и читают энциклопедии, а не какие-то монографии. Поэтому в всех статьях Википедии сначала делается преамбула, где, собственно, все основное, весь смысл статьи умещается, как правило, в один абзац. Если кому-то интересно подробнее, то он читает уже весь остальной текст статьи и там он может быть в принципе любой длины, но тут, конечно, важный принцип, что все-таки надо понять, что это энциклопедия, там никак текст должен быть написан именно в энциклопедическом стиле, без какой-либо воды, без повторов, самую суть, основные факты, но если этих фактов много, то почему нет, статья может быть длинной тоже. Следующий вопрос, тоже от Натальи Макаровой, как доказать, что ты, будучи автором статьи в Википедии, одновременно являешься автором статьи в каком-либо журнале, откуда взята большая часть для статьи в Википедии? Дело в том, что, конечно, статьи в Википедии, они должны быть оригинальные тексты, они должны быть откуда-то скопированы, если вы являетесь автором какой-то статьи в журнале, опять же, мы, во-первых, тут как бы две проблемы, во-первых, если статья опубликована в каком-то журнале, вполне возможно, и как правило, все-таки авторы заключают договора с издательствами, и права принадлежат издателю журнала, а не авторов. Это касается и научных статей, где, собственно, там крупнейшие научные издательства типа Элзивира, Шпрингер, наоборот, борются с авторами, которые выкладывают полтексты своих статей, их просят убирать, ну и, собственно, в каких-то популярных журналах, похожая ситуация, там заключается лицензионный договор с автором, где автор на какой-то срок отдает, либо на весь срок издателю журнал. Поэтому тот факт, что статья, это ваш текст где-то он опубликован, но тут как бы это не значит, что у вас есть права на него. Вы могли дать исключительную лицензию, могли дать не исключительную, договора мы не видим. Чтобы доказать, там что-то, у нас есть специальная служба, которая называется ОТРС, если вы наберете в Википедии в поиске Википедия, двоеточие и английскими буквами ОТРС, там будет очень подробно написано, как послать к какому адресу письмо, чтобы доказать свое авторство на ту или иную фотографию, какой-то текст, какую-то книгу, что собственно и в этом случае соответственно специальная после специальной проверки это ставится, помечается особым образом и можно дальше использовать. Следующее, как доказать сотрудникам Википедии свое авторское право на статью, из которой взята большая часть для статьи Википедии. Суть в том, что Википедии пишут не сотрудники, Википедии пишут добровольцы и поэтому вы должны доказать не какому-то ограниченному количеству людей все это должно быть открыто для всех. Любой человек может это проверить, поэтому авторскими правами через службу ОТРС что-то другое доказать, какие-то факты, какие-то они должны быть собственно следовательно самого текста, ссылок в тексте и так далее. Проще всего, если вы берете какие-то свои фотографии, еще какие-то другие материалы, поставьте там на другом сайте, на который вы ссылаетесь, свободную лицензию и в этом случае вообще вопросов даже никаких не будет. Вопрос от Марины Викторовны Осиповой. Скажите, пожалуйста, что планирует Википедия вместо образовательной платформы и Викиклассрум, который закрывает уже в июне. Одну секунду. Викиклассрум это не проект Викимедиа, поэтому тут я пытаюсь понять, что это за проект. Это, соответственно, проект, какой принадлежит компании Tanguyent, которая, я не знаю, что это за компания, Викиклассрум, Викиспейсис, он, по крайней мере, то, что находится в гугле на слово Викиклассрум, если честно. Поэтому тут я сказать не могу, это не проект Викимедиа, слово Вики, оно не защищено, это просто оно возникло до появления Википедии, Викитехнология, поэтому, но Википедии у нас есть проект, который называется Викиверситет, и, в принципе, можно пользоваться им, если там какие-то другие проекты закрыты. Следующий вопрос, у меня тут скроллинг и пролистывание одновременно работают, от Натальи Викторовны Чекалины, ой, Чеклины, извините, о какой процент достоверности статей Википедии. Ну, тут процент, так понимаете, это качественная оценка, это невозможно оценить количественно, то есть, это только оценить достоверность можно только экспертным образом, но вот все исследования показывают, в исследовании всегда делается какая-то выборка, и потом распространяется на генеральную совокупность, но в любом случае пока не хуже традиционных энциклопедий по всем вот этим исследованиям. вопрос от Любови Вениамин Крашенинниковой. Обучает ли Википедия свои кадры, как пройти подготовку, чтобы начать грамотно и эффективно использовать Википедию в своей образовательной деятельности? Спасибо за вопрос. Ну, мы в основном, конечно, проводим обучающие занятия со студентами, которые потом редактируют Википедию. Кроме как работая Викимедиа, я еще преподаю на факультете психологии МГУ имени Ломоносова, и студенты пишут просто статьи Википедии, их потом сотрудники факультета выверяют, и, собственно, вот такую обрывательную деятельность мы ведем, но какие-то курсы такие постоянные у нас нету, но есть все принципы Википедии, они описаны, есть форумы, внутри Википедии, где всегда можно задать какие-то вопросы, и вам мгновенно на них ответить. Будет ли правильно сказать, что Википедии рулят не самые следующие, а самые активные участники? Понимаете, тут как раз основной принцип, что оценивается не человек, который делал, а текст, который написан, то есть насколько он написан корректно, насколько он сопровожден всеми ссылками, насколько эти ссылки тоже сами источники, которые пользовались, насколько они авторитетны, поэтому тут у нас какой-то кармы для участников, где считается рейтинг участника, определить, кто из них более сведущий, но мы в принципе это не можем сказать. То есть когда принимается решение по удалению статьи как принимаются решения википедии, принимается решение не путем голосования, там бывает голосование непринципиальным вопросом, например какой-нибудь шаблончик или еще что-то, по всяким принципиальным вопросам или по вопросу удаления статей проводится обсуждение, где любой человек высказывает те или иные аргументы. Потому что, как вы понимаете, мы в интернете и там накрутить любое голосование, не проблема. И такие случаи бывали, когда какой-нибудь блогер статью про него удаляет, и он там всю свою аудиторию направляет, чтобы они пытались эту статью как-то обстоять. Но это обычно ни к чему не помогает, как просто голоса «давайте, оставьте, оставьте, оставьте», они не будут рассматриваться. То есть все голоса там за или против какого-то решения, они должны сопровождаться, кроме слова «за» или «против», какой-то аргументации. То есть, например, если идет там обсуждение, там удаление какой-то статьи, и там 100 человек говорят «да-да-да, хороший текст, да, давайте его оставим», а потом приходит 101 и говорит, что вот этот текст скопирован слово в слово, вот с этого сайта, вот ссылка. Это элементарно проверяется, конечно, такой текст удаляется, невзирая на то, что там 100 человек сказали, что они за. А следующий вопрос, как проверяется оригинальность статей, свой антиплагиат, ну, смотрите, тут как бы многократная система. Да, есть роботы, которые проверяют статьи и оказывают, какая вероятность, что там, собственно, текст не оригинальный. Есть люди, которые проверяют, но, как правило, если вы писали эту статью, вы видите, в нее кто-то вставляет тексты, но вы, так как вы писали эту статью, вы уже в тематике, вы знаете основные источники, и в целом увидеть, что этот текст не оригинальный, то тоже сможете. Ну и, наконец, когда большой куски копипасты, ну, как правило, это видно, там просто неформатированный текст, какие-то странные сокращения, это тоже, ну, это вообще просто видно любому. Поэтому в Википедии огромное количество глаз, если там появляется что-то, какой-то абзац текста, откуда-то скопированный, но если в классической энциклопедии, там, статью перед тем, как она будет опубликована, ну, прочитает там редактор, там, или два редактора, шеф-редактор, корректор, ну, максимум 10 человек вычитают, да, то в Википедии за каждой статьей наблюдают тысячи человек читателей, и у каждого есть возможность сбоку Википедии, в боковом меню, есть там ссылка сообщить об ошибке, Левчик может сообщить и уже там тщательно это выверят, если у него нет возможности самому это сделать, мало времени или нет желания, то он может просто сообщить, что у него выдывает что-то сомнение, и это будет проверено мгновенно. Поэтому тут, как бы, все достаточно четко проверяется и все делается. Презентацию вашу, можно ли скачать вашу презентацию? Ну, давайте я вам ее расшарю, хотите, она по идее должна у вас где-то появиться, не очень понимаю, как работает этот интерфейс, но по идее теперь ее можно скачать. Насколько финансово обеспечена деятельность Википедии? Несколько раз были просьбы поддержать финансово, считаю, нужно обязательно поддерживать, очень боюсь лишиться Википедии. Любовь Вениамина, огромное спасибо за этот вопрос. Да, Википедия, она существует за счет пожертвований, причем в основном нам жертвуют, как правило, те, кто даже не читатели Википедии, а авторы статей, которые понимают, многие люди просто не понимают, что Википедия, что такое Викимедия, что Викимедия это организация, Википедия это один из проектов Викимедия, вот, собственно, есть центральный офис, который называется Викимедия Фундейшн, там собираются пожертвования, вот в России, российское отделение называется Викимедиа.ру, но все отделения Викимедия, в каждой стране есть только одно, они создаются как независимые организации, то есть это в основном из участников, которые участников Википедии, которые полностью разделяют всю идеологию движения Викимедия. Ну вот у нас в России закон об иностранных агентах, поэтому даже многие деньги, которые собираются в России, они уходят в США, обратно они потом вернуться нам не могут, потому что мы иначе станем иностранными агентами. Вот, ну, в основном мы живем за счет пожертвований крупных IT-компаний, в прошлом году нам Яндекс пожертвовал деньги, ну, надеюсь, и в этом году тоже, ну, посмотрим. И последний, как я понимаю, вопрос от Ирины Викторовны Денисовой. Добрый день, вопрос о конкурсе «Узнай Россию», выпускники и наставники, если участники будут заполнять данные об ученых-выпускниках, не столкнутся ли они с законом о персональных данных без проголосования с выпускниками? Спасибо за вопрос. Викимедия, кроме, ну, как мы помогаем, собственно, Википедии, кроме разных мероприятий, мы еще проводим многочисленные конкурсы. Вот сейчас проходит конкурс, который называется, например, там сейчас 6, по-моему, конкурсов параллельно проходит, но вот один из них, это называется, выпускники и наставники про известных выпускников университетов, либо про известных ученых, работающих в университетах или преподавателях, ну, которые, соответственно, соответствуют всем критериям значимости Википедии. То есть, и там есть некоторый призовой фонд, и, пожалуйста, тоже принимайте участие, пишите статьи. По поводу персональных данных, все статьи Википедии, они используются на, то есть, вся информация туда помещается только на основании открытых источников. Туда не помещаются какие-то факты, да, которые нигде не были опубликованы. То есть, если вы лично знаете человека и про него там что-то вписываете в Википедию, но это нигде раньше не было опубликовано, это из Википедии будет удалено. Например, вы известный человек, про вас есть статья о Википедии, но она основывается на источниках. Если вы в каких-то газетах про вас там что-то некорректно писали, да, там везде указывают там какие-то ошибки, то есть должна быть появиться какой-то источник, либо там на вашем официальном сайте какое-то разъяснение, почему собственно надо внести это исправление, то есть просто из головы брать какие-то информации нельзя. Вот и поэтому вопрос с персональными данными нет, они уже где-то были опубликованы, и в этом случае, соответственно, вопрос к тем, кто эти данные публиковал, насколько легально, скорее всего, да, потому что это не должны быть не где-то на какой-то там мутном сайте, там телефонная книга или там паспортные данные граждан России, да, авторитетные источники именно такой примечается в энциклопедии. Вот, иначе там можно было бы большую российскую энциклопедию закрыть за персональными, да. Вот, ну как я вижу, вроде вопросов больше нету в разделе вопросы. В общем форуме, как я понимаю, тоже особо нет. Ладно, на этом все. Спасибо большое за внимание. Замечательно на сегодня вебинар получился, спасибо, было много вопросов. Я, правда, думаю, что вопросы были слишком благожелательные. Обычно между собой вузовцы как-то более критично отзываются о Википедии. Я, честно говоря, ждал вопросов по поводу достоверности, что вот я пришел, а там фигня написана, или наоборот, я пришел вот такой крутой специалист, написал статью, а меня пришли какие-то мальчики и удалили там, и так далее. Вот. Ну вот, к сожалению, таких вопросов не было. Обычно Станислав очень хорошо парирует такие вопросы. Действительно, есть некоторое непонимание, которое сводится к тому, что те правила, которые были озвучены, они достаточно строгие. И то, что вот ты пришел такой авторитет, ты должен свою авторитетность доказать источниками, а не своим именем. Или если у вас там вы нашли статью, в которой фигня, придите и исправьте ее просто. Вот. Такое тоже случается. Не все статьи сразу попадают в общие. Много человек их считает, чтобы поправить, так сделайте это сами. Вот. Ну что ж, огромное спасибо Станиславу. Запись будет, я надеюсь, сегодня вечером уже на YouTube. Как раз сегодня четверг, когда я все записи за неделю складирую на YouTube. Я хотел бы анонсировать, пока это не точно, но вполне возможно, что в апреле у нас будет еще несколько вебинаров от Википедии. Эти вебинары будут не в рамках Директ Академии. Просто мы предоставим свою площадку одному из википедистов, который как раз хочет провести 4 или 5 вебинаров по обучению, написанию статей в Википедии. У него там свои интересы. Он учит свое сообщество узкое, связанное с монетами, с нумизматикой и так далее. Ну вот он обратился ко мне с просьбой о площадке. Я с удовольствием ее предоставил. Но это будет собственное мероприятие. Не в 12 эти вебинары будут проходить когда-то позже. Но вы обязательно об этом узнаете. И кто хочет более подробно узнать о том, как писать статьи, вы получите доступ к этим вебинарам и сможете тоже принять участие и научиться писать. Ну и кроме того, сейчас на YouTube стали разместять... Кстати, наш постоянный спикер Софья Богдасарова несколько дней назад разместила ролик в YouTube, как написать статью для Википедии. Так что вот эти вот учебные вещи, связанные с Википедией, они тоже потихоньку развиваются. Я надеюсь, что разовьются до должного уровня. Станислав, мы всегда будем рады видеть вас у нас на Директ Академии. Появится желание с вашей стороны, мы разгребем наше расписание, обязательно предоставим вам время, если будет такое желание. Да и вообще людей от Википедии мы очень рады видеть. Ну что ж, огромное спасибо всем. Спасибо Станиславу. Приходите к нам на Директ Академию, будет много интересного. Будем приглашать хороших спикеров. Всего хорошего. До свидания.